Привет, Елисей. Привет, Сэр. Варюху привет. Привет, Сэр. Чё ел сегодня на завтрак? Ничего. Кашу. Чай. Омлет. Яичница. Бутерброд с омлетом и сосисками. Если бы тебе сказали, что из оркестра можно убрать кого-нибудь, ты обязана убрать какую-нибудь одну группу или один инструмент, кого бы ты убрала? Велончели мне нужны, духовики мне особенно нужны. Наверное, ударников. Ну, допустим, контрабас. Тупо или тромбон. Я думаю, что, наверное, давайте тромбон всё-таки. Как будто бы скрипки, да? Да. Всё, на финале у тебя скрипок не будет. Поймите, пожалуйста. Контрабасы. Контрабасы, до свидания. Да, до свидания. Перед кем волнительнее играть? Тысяча зрителей в зале, либо педагог не в настроении? Второе. Наверное, мой педагог не в настроении. Наверное, педагог. Наверное, шеф не в настроении, но смотря на сколько. Лучше, конечно, перед тысячей зрителями сыграть. А часто такое бывает, что преподаватель не в настроении? Ну, там иногда бывает. Я долбую, я не знаю. За что ругают? Как всегда, за то, что не умею играть. На меня наорали, сказали, что у меня ничего не получается. Не мог никак четвёртый мус-момент Рахманинова очень хорошо выучить. Меня там всё время мазал. Сейчас попадаешь? Сейчас попадаю, да. Наиграй. Да! Ну, вот это. Скачки. Я не разыгрываю. Ладно. Правая педаль, я знаю, что делать. Да. Левая, я знаю, что делать. Средняя, что делаете? Ну, я средней педалью, честно, и пользуюсь. Я тоже не использую вообще. Средняя? Я не знаю, что она делает. Я так приглашаю. Он сейчас. Я сам не особо умею пользоваться. Варюха, ты сейчас изучаешь, что педали делаешь? Да. Если ты нажмешь аккорд и после этого нажмешь среднюю педаль, то он будет держаться, но при этом, если ты что-то будешь играть, то оно не будет держаться. А, типа только первый звук держишь? Обалдеть. У вас сегодня жеребьевка? Да. Мы пытаемся угадать, кто какой номер вытащил. Давай, вот какой ты бы хотел вытащить? Ну, девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Ну, давайте тринадцатый. Тринадцатый. Фантастика. Ну, от первого до восьмого. То есть ты был готов первым пойти играть? Ну, так начало в два в целом. Там, без разницы уже каким. Спросите, сколько из них смотрит футбол? Для меня это будет много чего означает. Любишь футбол? Ну, на самом деле нет. Максимум могу чемпионат мира по футболу посмотреть, но не будет. Обожаю. Я помню, я здесь училась же, и мы тут с Федей, с Кутузовым. Мы с ним играли футбол пожизненно. Вот я очень расстроился, когда Манчестер-Сити проиграли Реалу. У них там Холланд сдулся вообще. Холланд уже не то. Холланд уже не то, да. Я помню все времена, когда он там заколачивал по пять голов в матчах. Я спартаковаюсь, конечно. Есть любимая команда? Спартак. 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 Спартак? Естественно, Спартак. На данный момент Манчестер-Сити. Угу. То есть не Спартак? А, из России Спартак, конечно. Твой нелюбимый предмет в школе? Вот какой бы ты хотела убрать? Биология. Мне вообще не нравится. Окружающий мир. Ну, я понимаю, что он нужен, но я его не люблю. Физик. Биология. Она у нас закончилась в этом году. Поздравляю. Выберем одно из двух. Либо всегда собирать полные залы, либо программа выучивается сама. Собирать полный зал. Если программа выучивается сама, это вообще не интересно. А как выучиваться? На памяти или прям все сделано? Прям вообще все готово. Все, второе. Программа. Программа сама выучилась на языке. Да, полная зала. А так поучишь сам. Да, у меня не возникает очень больших трудностей. А ты слушаешь какую-нибудь музыку, кроме классики? Ну, моя мама певица, я ее очень много слушаю. Ну, знаете подборку этих спидап песен? Ну, это не поп-музыка. Я не люблю за какой-нибудь поп-суль. Нет, я очень часто хожу в наушниках, но обычно там ничего нет. Просто, чтобы никого не слышать, люблю тишину. Вот, 19-й год. Вот, это был «Сириус». Я запомнил, конечно, гимн «Сириуса». Гимн «Сириуса»? Да. Высполни нам, пожалуйста, гимн «Сириуса». Да, мне ничего не нравится, кроме классики. Ну, классика – это топ, конечно. Есть любимый пианист у тебя? «Рихтер», «Гилльс». «Илисовер Саладзе», «Гилльс», «Рихтер». Я очень люблю «Рихтера», «Гилльса». Ну, это база для меня. «Николай Луганский», «Александр Долгань», «Ева Геворгиан». Ну, если «Шопена», то я люблю слушать Кристиана Циммермана. «Сон Джинчо», по-моему, он тоже неплохо играет. И «Николаева», она гениально играла все приюли. И «Фуги Баха», и «Шестакой». Прям мошенник, когда мы с папой едем куда-нибудь далеко там. Вот включаемся и прям слушаем. Конкурс закончится. Что будешь делать после конкурса? Я потом еду в Женеву. У меня концерт в Викторию Холли. Учить новую программу. Ну, наверное, я буду заниматься? Учить новую программу. Я хочу отдохнуть. Я не гуляла все эти дни, мне надо погулять. Полечу в Грецию и играть концерт. То есть отдохнуть не получится? А получится только после Греции. Вань, спасибо. Да, вам спасибо. Спасибо. Спасибо, Варюха.